С вами снова канал Видеоньюз и мы продолжаем публиковать серию видео обо всем интересном вокруг нас. Сегодня мы продолжим вам рассказывать об интересных астрономических объектах, которые мы все с вами имеем возможность наблюдать благодаря такому любопытнейшему явлению, как гравитационное линзирование. В этом ролике мы, пожалуй, вспомним с чего все начиналось. Вернее о том, как была впервые на практике подтверждена теория гравитационного линзирования, изложенная в общей теории относительности Альбертом Эйнштейном еще в 1936 году. Темой нашего сегодняшнего рассказа станет объект, названный благодаря своему визуальному разрешению двойным квазаром, по-английски twin-квазар или double-квазар. Этот объект был обнаружен в начале 1979 года англо-американской командой астрономов во главе с Деннисом Уолшем, Робертом Карлсвеллом и Рэем Вейманом при помощи 210-сантиметрового телескопа Национальной обсерватории Китпик в американском штате Аризона. Ученые заметили, что два обнаруженных ими квазара были расположены на небосводе необычайно близко друг к другу, и при этом их красное смещение, а также спектр видимого цвета, были удивительным образом похожи. В опубликованных результатах исследований команда высказала свое предположение о том, что обнаруженные квазары представляют собой два изображения одного и того же объекта, которое образовано гравитационной линзой. Забежим немного наперед и скажем, что именно так было подтверждено на практике блестящее теоретическое предположение Альберта Эйнштейна о возможности отклонения световых волн гравитационным полем массивного предмета, что мы сейчас привычно называем эффектом гравитационного линзирования. Открытые квазары получили общее обозначение QSO 09.57 плюс 561 с подразделением на индексы А и Б. Чуть позже объект получил массу и других каталогизационных обозначений и номеров, однако в науке и литературе он сейчас больше известен как твин или дабл квазар. Именно так мы его и будем называть и далее в ходе нашего рассказа. Если смотреть далее на историю исследования этого квазара, то не все было в этом плане безоблачно и тернии встречались практически на каждом шагу. Буквально сразу же предположение команды ученых о гравитационном линзировании этого объекта было подвергнуто уничижительной критике. Особенно после того, как была обнаружена разница в изображениях двух квазаров, полученных в радиочастотных диапазонах. Кроме этого, в середине 1979 года команда астрономов под руководством Дэвида Робертса из радиообсерватории Сокора в штате Нью-Мексико обнаружила релятивистскую струю, выходящую из квазара А, которая не имела соответствующего аналога в квазаре Б. Ну и последний гвоздь в гроб предположения первооткрывателей Твин-Квазара вбивали 6 угловых секунд в видимом расстоянии между изображениями, что было по тогдашним представлениям очень много для эффекта гравитационного линзирования от линзирующей галактики объектива, которая наблюдалась вблизи изображения квазара Б. Однако земная техника для астрономических наблюдений не стоит все время на месте и постоянно совершенствуется и развивается. Это позволило команде во главе с Марком Горенштейном обнаружить в 1983 году при помощи интерферометра с удлиненной базой практически идентичный релятивистский джет, который истекал из линзированного изображения квазара Б. Различия между крупномасштабным радиоизображением, полученным несколькими годами ранее, объясняли особой геометрией гравитационного линзирования, которая визуально расширяет эмиссию струи у изображения А и напротив уменьшает ее в отношении изображения Б. Незначительные спектральные различия между изображениями квазара А и Б, как оказалось позже, были вызваны различной плотностью межгалактической среды на пути прохождения световых волн, что и приводит к различным степеням их угасания. К тому же 30 лет наблюдений за твин-квазаром показали, что свет изображения А достигает Земли примерно на 14 месяцев или же на 417 ±3 земных дня раньше, чем свет от альтернативного изображения Б, что является следствием разницы в длине пути, преодолеваемым световыми волнами непосредственно от квазара к земному наблюдателю. Такая разница, согласно имеющихся расчетам, составляет около 1,1 и 1,1 светового года. Что касается аномально большого расстояния между наблюдаемыми изображениями, то его объяснили, когда было установлено, что линзирующая галактика является центром довольно массивного скопления галактик, общая масса объектов которого также вносит свой вклад в эффект отклонения световых волн от далекого квазара. Твинквазар расположен в направлении созвездия Большой Медведицы на прямом восхождении в 10 часов 1 минуту и почти 21 секунду при северном склонении в 55 градусов 53 минуты между 56 и 57 секундами. Это ближе к астеризму передних вклад Медведицы, гораздо восточнее яркой звезды Мирак в нижней части основания ковша. Однако для ориентира, как правило, в этом случае выбирают яркую галактику NGC 3079 примерно в 10 угловых минутах севернее от которой и будет лежать Твинквазар. На различных астрономических форумах пользователи сообщают, что объект весьма сносно можно наблюдать в телескоп с апритурой даже от 250 мм. Насколько это соответствует действительности, сказать вам не можем, поэтому и приводим эти данные только лишь как имеющуюся информацию. Сам квазар, который мы с вами видим как Твинквазар, лежит на красном смещении в 1,41, что соответствует расстоянию от нас до него примерно 8 миллиардов и 700 миллионов световых лет, а это около 2 миллиардов 670 миллионов парсек. Вероятно, он представляет собой центр относительно молодой галактики, которая из-за яркости квазара не детектируется даже современными средствами наблюдений. Жизнь ему дает сверхмассивная центральная черная дыра, масса которой оценивается в некоторых источниках на уровне полутора миллиардов солнечных масс, что для сравнения 3-4 раза больше массы аналогичной черной дыры Стрелец А со звездочкой в центре нашего Млечного Пути. Квазар выбрасывает релятивистскую струю, протяженность которой может даже достигать от полутора до пяти световых лет. Что касается, так сказать, объектива, то линзирующая галактика, обозначенная в каталогах как YGKOWG1 или иногда просто G1, лежит на красном смещении чуть меньше, нежели 0,36, что соответствует ее примерному удалению от нас в 3 миллиарда 700 миллионов световых лет или 1 миллиарду 134 миллионам парсек. Визуально эта галактика имеет размеры 42 на 0,22 угловой минуты и почти сливается с соображением Твин Квазара B, разделяясь просветом всего лишь в одну секунду. G1, вероятно, представляет собой гигантскую эллиптическую галактику с массой и размерами, которые по меньшей мере в 3-4 раза превышают аналогичные параметры нашей галактики. Она лежит в центре скопления галактик, которая также способствует гравитационному линзированию. Рассказывая о Твин Квазаре, нельзя обойтись, я так сказать, научной конспирологией. Хотя, как знать, первоначально ведь гравитационно линзированное изображение этого объекта также считали, наверное, если не конспирологическим фактом, то, по крайней мере, нереальным. В 1996 году команда астрономов из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики во главе с Рудольфом Шилдом обнаружила аномальное колебание в кривой света одного из изображений Твин Квазара, что привело к рождению довольно противоречивой, ну и пока что окончательно неопровергнутой гипотезе о том, что в линзирующей галактике G1 существует планета с массой примерно в 3 земные. Подтвердить эту теорию вряд ли когда-либо представится возможным, поскольку случайное выравнивание данных уже никогда не повторится. Но если бы это удалось сделать, то данная планета стала бы на данный момент самой удаленной наблюдаемой с Земли. Кроме этого, в 2006 году все тот же астрофизик Рудольф Шилд снова предположил, что аккрецирующий объект, дающий жизнь Квазару Q0957 плюс 561, является не сверхмассивной черной дырой, как принято считать для всех Квазаров, а чисто гипотетическим пока что на данный момент магнитосферическим вечно коллапсирующим объектом. По мнению Шилда и его команды, в рассматриваемом Квазаре, по-видимому, динамически доминирует магнитное поле, внутренне возбуждаемое на его центральном вращающемся сверхмассивном компактном объекте. Как и в предыдущем случае, не опровергнуть, не подтвердить данную теорию, как вы все прекрасно понимаете на сегодняшний день, абсолютно не представляется возможным. В завершении нашего рассказа отметим только лишь то, что если линзирующая галактика вместе с окружающим ее скоплением за время, за которое наблюдаемый нами сейчас свет от нее шел к Земле и удалилась от нас, то это расстояние в режиме онлайн для Вселенной едва ли может превысить 5 миллиардов световых лет. Что же касается Квазара Q0957-561, то он, вероятно, уже давно погас, а его галактика улетела от нас в неумолимо расширяющейся Вселенной за пределы наблюдаемой ее части. По различным оценкам, расстояние, которое может сейчас нас разделять, лежит в пределе от 13 до 15 миллиардов световых лет. Как она сейчас выглядит и что с ней произошло за истекшее время, мы уже с вами никогда, к сожалению, не узнаем. На этой оптимистической ноте канал Видеоньюз благодарит всех вас за внимание и желает вам приятных астрономических наблюдений. Смотрите нас в YouTube, ставьте лайки, комментируйте увиденное и услышанное, а также подписывайтесь на наш канал и следите за его обновлениями.